Итак, мы с вами начинаем. Еще раз рада приветствовать вас на вебинаре, проводимой компанией LecoStyle. Меня зовут Надежда Бондарчук, и сегодня мы поговорим об очень интересной теме. Это эксфолианты для глубокого очищения кожи. И то, что мы готовы предложить вам, то, что сейчас у нас есть в ассортименте. Итак, мы начинаем. Итак, эксфолиация. Эксфолиация – это дополнительная, более глубокая очистка кожи. Наша кожа постоянно обновляется, но наша задача – ей помочь, потому что в силу негативного воздействия окружающей среды, дополнительных стрессов, возрастных, гормональных изменений, самой очистки, которая происходит у кожи самостоятельно, уже недостаточно. Тогда на помощь ей приходит более глубокая очистка – это эксфолиация. Для чего же она нужна? Какие основные цели и задачи? Прежде всего, это интенсивное очищение кожи. Удаление старых отмерших клеток, которые скапливаются на поверхности кожи, тем самым закупоривая поры, и в дальнейшем, которые могут привести к дополнительным воспалениям и высыпаниям. Обеспечение гладкости и мягкости кожи, предупреждение появления черных точек или каких-либо закупоренных пор, повышение эффективности ухаживающих средств, которые смогут в дальнейшем более лучше проникать в нашу кожу, предварительно, которая прошла эксфолиацию в более глубокую очистку. Тонизирование кожи. Если же мы говорим о коже тела, то это, помимо тонизирования, и профилактика, и борьба с внешним проявлением целлюлита, избавление от эффекта стянутости, помощь в профилактике и в борьбе с растяжками, также профилактика вросших волос во время, до, вернее, и между эпиляциями, и подготовка кожи к ровному загару, ведь глубоко ее очистив, предварительно загар будет ложиться более ровно на всю поверхность. Итак, механическая эксфолиация или скраб. Рассмотрим принцип действия. Скраб – это ухаживающая косметика для механического отшелушивания кожи. А термин происходит от английского слова «to scrub» – «чистить» или «скрести». Как же действует скраб? Когда на нашу кожу мы наносим скраб, основным действующим веществом, который является абразив, то происходит удаление от мертвевших частиц кожи, и за счет этого очищаются наши поры. Помимо всего прочего, когда механический эксфолиант соприкасается с нашей кожей, то для нашего организма это является своего рода сигналом о микротравме. Тем самым запускается процесс повышения коллагена и эластина, и тем самым наша кожа позволяет дольше выглядеть моложе. Происходит ополнительное тонизирование за счет массажа, и к этому прибавляется то, что лимфоток, кровоток больше направлены к поверхности кожи, и тем самым появляется более ровный цвет лица, более здоровый цвет лица и дополнительный массаж. Итак, рассмотрим с вами виды скрабов. Прежде всего, по их применению. Конечно же, большую долю на рынке занимают скрабы для лица. Но помимо скрабов для лица, также присутствуют и скрабы для более деликатных участков. Это для губ. Помимо всего прочего, сейчас все больше и больше популярность набирают средства для рук. Скрабы относятся к таким средствам, которые позволяют коже рук выглядеть всегда здоровыми и красивыми, независимо от сезона. Для ног, для удаления грубых натоптышей, грубых участков на пяточках и так далее. Для тела. Это может быть как и общеукрепляющие для тела, общетонизирующие, так и направленного действия конкретно для профилактики или борьбы с какими-то внешними изменениями. И для кожи головы. Напомню вам, что не так давно у нас как раз-таки проходил мебинар по средствам для волос и кожи головы. Поэтому здесь мы достаточно кратко упомянем о том, что такие скрабы на рынке есть и сейчас набирают все больше и больше популярность. Помимо всего прочего рассмотрим, какие же скрабы бывают по текстуре. Это масляные скрабы, где основой выступают растительные масла. Прежде всего это масло сладкого миндаля, абрикоса, персика, оливковое масло. Выбор их не ограничен. Кремовые текстуры, к которым больше всего привык наш итоговый клиент. Гелевые текстуры, а также соляные. В компании LecoStyle также под заказ мы можем готовы всегда привезти вам различного рода соли, разного помола по вашему запросу. Это мыло скраб. Здесь речь идет именно о твердых мылах. Обращаю ваше внимание, что такие мыла несут не только эксфолиацию, не только для глубокого очищения кожи, но также с использованием эксфолиантов. Это дополнительно прекрасный внешний вид и свое отличие на рынке. И сухие продукты. О сухих продуктах мы поговорим более подробно в конце нашего вебинара. Итак, микропластик. Проблема и решение. Казалось бы, почему мы обсуждаем сейчас тему микропластика? Микропластик вообще очень сложная тема, ведь даже нет какого-то точного и единого юридического определения, что же такое микропластик. Но тем не менее, Организация по охране морей и океанов в свое время выдвинула вариант термина, что к микропластику относятся любые пластиковые частицы, размеры которого меньше 5 мм. И теперь становится понятно, почему мы говорим здесь об этой теме. Все дело в том, что издавна используются в готовых скрабах микрогранулы из микропластика. Вот такие микрогранулы, когда мы их используем, они попадают в водосток. Таким образом, около 130 тонн пластиковых частиц в год проходят через водосток. Конечно же, у нас есть водочистительные установки, но по версии ученых, которые проводили данные эксперименты и данные подсчеты, около 10, а то и 30 процентов всех микропластиков, проходя через очистные сооружения, в нем не оседают и далее попадают уже в открытые водоемы, в конечном итоге в открытый океан. Таким образом, от 13 до 39 тонн пластиковых частиц в год попадают в мировой океан. Помимо самого микропластика, к ним они являются своеобразной губкой, которые цепляются как загрязнители, так и токсины, различного рода бактерии. Далее наши рыбы, которые живут в океане, считают, что это планктон, начинают его проглатывать, и далее по пищевой цепочке в конечном итоге микропластик может указаться и у нас с вами на тарелке. Почему же используют микрогранулы и почему их использовали? Да все дело в том, что это достаточно обширная и всегда доступная сырьевая база. Помимо всего прочего, микрогранулы не имеют острых углов, поэтому они и использовали скрабы. Но с 2016 года США полностью запретили использовать микрогранулы в ухаживающих средствах, средствах для глубокой очистки в том числе. В 2018 году к ним присоединились такие страны, как Франция, Швеция, Канада. В России еще такого закона не принято, но все идет к этому, и идет тенденция на сокращение использования микропластика. Поэтому мы с радостью предлагаем вам широкую линейку эксфолиантов, которые заменят микропластик и полностью подходят для натуральной концепции глубокого очищения кожи. Сейчас мы о них поговорим поподробнее. Прежде всего, это пемза. Кусочек пемза, наверное, находится в каждом доме, но речь сейчас пойдет не о нем. Пемза – это вещество вулканического происхождения, в переводе означает «пена», и действительно материал похож на застывшую пену. Но мы предлагаем вам порошок, который перетерт в пудру размером 250-300 микрон, и который можно использовать для глубокой очистки не только тела и лица, но, конечно же, с замечанием, что для кожи не склонны к раздражениям и воспалениям. Какие же основные свойства? Прежде всего, пемза – это гипоаллергена. Она имеет полностью природное происхождение. Это вещество вулканического происхождения, состоящее преимущественно из сложных силикатов алюминия и щелочных металлов. Она отлично удаляет огрубевшие участки кожи, выравнивает рельеф, стимулирует обновление клеточного слоя и дополнительный микромассаж. Рекомендуем использовать их в пилингах, скрабах, специальное мыло, твердое кусковое с частичками пемза, а также еще одно использование – это специальные очищающие средства для очень загрязненной кожи, для кожи после работы с такими видами смазки, краски, масел и так далее, что сейчас становится все более и более актуальным. И поэтому в данном случае данный порошок пемзы можно использовать в средствах специального назначения именно для такой глубокой очистки кожи рук. Бамбук. Бамбук – один из самых быстро растущих растений на Земле. В принципе, за минуту вида бамбука вырастает на 1-2 мм. То есть пока мы с вами рассматриваем основные свойства порошка бамбука, он уже успеет вырасти вплоть до сантиметра. Порошок бамбука – это мелкозернистый порошок, экстракт из стеблей бамбука. Как же его получают? Твердую часть бамбука срезают, достают ту самую мякоть, да, и, соответственно, далее его обдают паром и высушивают, а позже перетирают в пудру. Пудра имеет бело-желтый оттенок. Какие же свойства несет порошок бамбука? Конечно же, прежде всего, это мягкое, но в то же самое время глубокое очищение пор. Это выравнивание рельефа кожи. Помимо всего прочего, бамбук обладает антибактериальным воздействием, антисептическим действием и выступает как антиоксидант. Он помогает мотировать кожу, в то же самое время придает ей гладкость. Куда же мы рекомендуем его использовать? Это очищающие, матирующие маски для лица, маски-скрабы для антиэйдж ухода, мягкий скраб для проблемной, тусклой кожи лица, очищающие скрабы, пилинги для всего тела, а также маски для укрепления волос и скрабы для более глубокой очистки кожи головы. Но и это еще не все, ведь мы предлагаем не просто порошок бамбука, дополнительно есть у нас еще и бамбукоугольный порошок. То есть когда это быстрорастущее растение достигает возраста в районе 5 лет и более, его срезают и далее подвергают температуре, воздействию высоких температур, тем самым получается бамбукоуголь. И далее его перетирают также в пудру, и получается бамбукоугольный порошок. Уголь бамбука содержит минералы, микроэлементы, включая кальций, калий, натрий и железо. Как мы с вами знаем, бамбук – это достаточно пористое растение. Соответственно, и получаемый из него уголь более пористый, чем древесный уголь. И, соответственно, впитывает он как микрогубка, и впитывает он зачастую в 5-10 раз больше, чем аналогично древесный уголь. Какими же свойствами обладает бамбукоугольный порошок? Прежде всего, это дезодорирующие, антибактериальные и противовоспалительные свойства. Если мы говорим об уходе за кожей, склонной к каким-то высыпаниям, раздражениям, то он не только подсушивает те самые высыпания, но и не дает в дальнейшем перейти инфекции. Уменьшает секрет сальных желез и обладает легкими отбеливающими свойствами. Рекомендуем использовать его в маске для лица, крема и гели для лица и тела, шампуни и бальзамы для волос, в том числе шампуни для глубокой очистки. Но здесь опять-таки отмечу, что он является и натуральным пигментом, поэтому на волосы, светлые волосы, конечно, использование его не рекомендуется. Лучше использовать бамбукоугольный порошок. А также бамбукоугольный порошок завоевал все большую и большую популярность в скрабах для лица и для всего тела. Баобаб. Баобаб – одно из самых интересных растений, которое произрастает в африканском регионе. Интересно оно прежде всего своим внешним видом. Ведь по легенде, бог перевернул это растение корнями вверх за счет того, что тот не смог определиться со своим ареалом и очень сильно капризничал. Не знаем, насколько легенда актуальна, но, тем не менее, внешний вид этого дерева действительно радует нас. И его целеустремленность и рост тоже нас не устает удивлять. Если полностью спилить баобаб, но останется маленький кусочек, то из этого кусочка снова вырастет дерево. И нередко можно увидеть на африканском континенте, что саму крону баобаба используют вплоть до автобусных остановок, каких-то кафе и так далее. Но сейчас мы с вами поговорим о порошке, получаемом из плодов этого самого дерева, из плодов баобаба. Это натуральный первозданный продукт, который способствует регенерации, обновлению клеток дермы. Рекомендован для возрастной, увядающей кожи в антиэйджу ходе. Прекрасный противовоспалительный эффект, а также содержит мощные антиоксиданты, витамины А, С и Е. Рекомендуем использовать его в пилингах, в скрабы, в маске для лица, в маске для волос, в скрабы и шампуне для глубокой очистки для волос. Также в специальные твердые кусковые мыла и в программы для борьбы с растяжками и видимым проявлением целлюлита. А сейчас мы с вами затронем фруктово-ягодную тему. И в первую представлю вам абрикосовые косточки-порошок. Это порошок, полученный из высушенной, измельченной скорлупы приокарда косточек абрикоса. Получает его инновационным способом вспучивания, тем самым удается получить частички, которые не имеют острых углов, и тем самым не царапают нашу кожу. А нежно массирует их, смягчает ее, помогая вернуть ей более молодой и свежий вид. Деликатно отшелушивает, удаляет ороговевшие клетки, стимулирует микроциркуляцию крови и запускает процесс регенерации клеток, а также выравнивает поверхность кожи, улучшая ее цвет. Применение скраба для тела, скраба для лица, средства для пилинга и также мыло-скраб. Не менее популярная – это миндального ореха скорлупа дробленая, которая получена из высушенной измельченной оболочки сладкого миндального дерева. Это мягкий абразивный компонент, который глубоко очищает кожу, при этом не повреждая ее. Подходит для мягкого отшелушивания и деликатной кожи губ. Обладает легким отбеливающим эффектом и мимо прекрасной эксфолиации еще и придает косметическим средствам тонкий запах аромат миндаля. Рекомендуем применять в скрабах для тела, для лица, а также скрабы для деликатной кожи губ, средства для более глубокой очистки, для пилингов, в мыла-скраб, а также в программы для борьбы с растяжками и видимым проявлением целлюлита. А сейчас мы с вами поговорим об эксфолиантах, которые завоевывают все большую и большую популярность на нашем рынке. Речь пойдет о семенах. Начнем мы с семян клубники. Мы все прекрасно знаем свойства ягод клубники, но в косметике мы больше привыкли к использованию масла из клубники, либо экстракта клубники. Но сейчас речь идет о семенах, которые получены путем высушивания ягод. Они обладают легким абразивным действием. За счет своего крупного размера легко смывается, поэтому рекомендован в том числе и для скраба, для глубокой очистки кожи головы. Очищают, подсушивают жирную кожу, стимулируют регенерацию кожи, не имеют острых углов, поэтому не травмируют нашу кожу и содержат высокий процент органического цинка, который помогает при воспалениях, и меди, которые стимулируют дополнительно выработку коллагена и эластина. Применяются в скрабах для лица, для всего тела, в средствах для очищения кожи головы, в гелях для душа, а также в средствах для легких пилингов. Сейчас мы поговорим о семенах малина, которые получают из высушенного малинового жмыха. Они чуть больше по размеру, чем семена клубники, обладают также легким абразивным действием, усиливают микроциркуляцию крови, способствуют сужению пор, высокое содержание витамина Е и жирных кислот, не имеют острых углов, оказывают прекрасный отшелушивающий, полирующий, дополнительно массажный и антицеллюлитный эффект. Рекомендован в скрабы для лица, но прежде всего завоевал свою популярность в использовании в скрабах для тела, в гелях для душа, в средствах для легких пилингов и в программах для борьбы с растяжками и видимым проявлением целлюлита. Повторю, что по размеру эти семена чуть крупнее, чем семена клубники, поэтому они несут более сильное массажное воздействие на те участки нашего тела, которым необходимо дополнительное тонизирование, и поэтому программы в борьбе с растяжками и видимым проявлением целлюлита набирают все большую и большую популярность с использованием натуральных ингредиентов, натуральных эксфолиантов, в данном случае семян. Ну и это еще не все. Как замена микрогранулам микропластика, мы предлагаем вам ЖЖБА, гранулы белые. Это продукт, который производит из тщательно отобранного питательного воска ЖЖБА с использованием инновационных технологий. Обращаю ваше внимание, что данные гранулы имеют сертификат Веган, а также Космос. Имеют достаточно высокую температуру плавления, за счет этого открывают все свои свойства в пеномое. Имеют правильную сферическую форму гранул, которые не царапают и не травмируют нашу кожу. Они гипоаллергенны и некомедонны. Оптимально подходят для чувствительной и легко раздражаемой кожи. Рекомендуется использовать в пилингах, крем-скрабах, гелях для душа, очищающих лосьонах, также в шампунях, в том числе для глубокой очистки кожи и отшелушивающих масок. Помимо своей первозданной функции эксфолиация, дополнительно они питают нашу кожу ценнейшим воском ЖЖБА. И еще одни гранулы – это гранулы гидрогенизированного касторового масла, которые также имеют сертификат Веган, Космос, в том числе и Халяль. Это экологичная альтернатива микропластиковым гранулам. Имеют еще более высокую температуру плавления, и таким образом эти гранулы являются своеобразным резервуаром для ценнейшего касторового масла, который открывает все свои свойства под воздействием высоких температур и универсален в применении. И еще одним из его преимуществ является то, что это достаточно экономичный абразив. Вы всегда сможете запросить актуальный прайс у наших менеджеров и лишний раз убедиться, что это действительно экономичная и очень интересная альтернатива микрогранулам, но имеющие сертификаты не просто Веган, но еще и Космос. Применение в пилингах, крем-скрабах, гелях для душа, очищающих лосьонах, шампунях и специальных млах. А сейчас речь пойдет о смолах. Надеюсь, все из вас знают, что в нашем ассортименте портфеля компании LecoStyle присутствует смола. Прежде всего, это бензойная смола, миросмола и ладансмола, получаемая из разреза на деревья. Мы все с вами прекрасно знаем, что основное использование это в ароматерапии, а также данные смолы являются прекрасным фиксатором и отдушком в парфюмерной промышленности. А сейчас мы с вами поговорим о том, как же их можно использовать в качестве эксфолианта. Конечно же, для того, чтобы он выполнял свою функцию эксфолиации, рекомендуем вам максимально измельчить данную смолу, как минимум в виде порошка либо пудры. Но мы представляем вам, что также их можно использовать и для твердого, например, мыла, в мыловарении, в качестве прекрасного декора, который отличительно выглядит данное готовое мыло. Он выполняет не только функцию эксфолиации, но и в качестве действительно очень красивого мыла получается. И под воздействием горячей воды открывается весь первозданный аромат данных смол, мироладаном или бензойной кислоты. Поэтому получается три в одном. И декор, красота, да, и эксфолиация, и еще натуральный аромат. Помимо всего прочего, выкладывая на одну из поверхностей готового мыла с под воздействием температур, также может появляться и легкий оттенок абсолютно натурального. А сейчас, как и обещала, мы поговорим о все более и более набирающем популярности направлением Waterless Beauty. Как видно из названия, речь пойдет о косметике без воды, либо сухой косметики. Конечно же, основная цель данного направления – это экономия ценнейшего ресурса на Земле, а именно воды. Данная косметика содержит минимум консервантов и имеет длительный срок годности. Она экономична, она экономична как и в производстве, так и для конечного покупателя. Удобство транспортировки, опять-таки, как для производства, так и для конечного покупателя, который может взять необходимый объем и спокойно его перевести, не требуя дополнительных каких-то баночек. Также вписывается в натуральную концепцию и в концепцию максимального сокращения использования пластика. имеет вариативность, ведь одним из тенденций сейчас является кастомизация, то есть индивидуальный подход к каждому клиенту. А в данном случае, говоря о сухой косметике, мы говорим о том, что в любом случае наш конечный покупатель будет ее разводить. Чем разводить? Это может быть обычная вода, это могут быть гидролаты, это может быть привычный крем, сливки, это также может быть растительные масла. Соответственно, предлагая сухую концепцию, сухую косметику, вы также можете предложить и весь этот перечень, чем, собственно, он и будет разводить. В чем удобство и вариативность? В том, что наш конечный клиент может выбрать для себя под настроение, под сезон, под определенные проблемы, под то, какой эффект он хочет получить именно сейчас, чем именно разводить сухую косметику. И, повторюсь, это натуральная концепция, применяется в чистках для глубокого очищения, как кожи головы, как лица, так и всего тела, в масках, в скрабах и в уптанах. А вот в уптане мы остановимся поподробнее. Уптан – это традиционное средство для умывания в Индии с тысячелетней историей. Используется он из принципов фауэрведы. Главный принцип гласит, что мы можем наносить на свою кожу только то, что мы можем есть. О чем же это говорит? Почему этот тренд набирает все больше и больше популярности? Говорит прежде всего о том, что мы с вами очень избирательны в том, что мы едим. Соответственно, на лицо мы будем наносить тоже избирательно. Это стопроцентная натуральность. Это мягкое отшелушивание роговевших клеток. Это нормализация работы сальных желез. Усиление местного кровообращения. Улучшение процессов регенерации, разглаживания мелких морщин. А также придает более четко выраженный контур овала лица. Это повышение упругости нашей кожи, тонизирование, питание, увлажнение эпидермиса. Улучшение цвета лица и нормализация работы сальных желез. Уптана применяется для лица, для волос, для тела. А также в программах для борьбы с видимым проявлением целлюлита, обертыванием и скраба. Из нашего сырья сейчас мы поговорим о трех продуктах, которые мы с уверенностью рекомендуем, завоевавшую все больше и больше популярность. Уптана. Итак, начнем мы со спирулины порошок. Конечно же, у нее есть и фудгрейд, и ДС для применения в пищевой промышленности. Она имеет сертификат Веган, Космос. Сама по себе спирулина является микроводорослью, которая растет в естественных условиях в тропических и субтропических водах. Она содержит все незаменимые аминокислоты и широкий спектр витаминов и минералов. Обладает прекрасным антиоксидантным эффектом, способна влиять на процесс обновления клеток, а также запускает процесс естественной кератинизации, что делает нашей кожи способной дольше удерживать влагу. Поэтому применение ее весьма широко. В косметике ее используют как восстанавливающий и антиоксидантный компонент в антивозрастной косметике и талосотерапии, а также полностью с помощью спирулина. Она используется в программах для борьбы с растяжками, видимым проявлением целлюлита. И талосотерапия и некоторые программы направлены полностью на свойства использования в ней спирулины. Помимо всего прочего, спирулина является натуральным красителем, что можно будет заметить при разбавлении сухой косметики. Она обладает зеленоватым оттенком, ярким зеленым оттенком. Еще один интересный порошок, который мы предлагаем для сухой косметики, это пищевой порошок из зародышей пшеницы. Прекрасно известно свойства масла из зародышей пшеницы, их невероятные антиоксидантные свойства, которые подходят для шелушащейся и потрескавшейся сухой кожи. Но сейчас речь идет именно о порошке, который получают из самих зародышей. Они являются источником витаминов, которые помогают питать нашу кожу. Идеально подходят для чувствительной и сухой кожи, что делает их идеальным компонентом для антиэйдж-ухода. Подходят для сухой, шелушащейся кожи, питают и успокаивают кожу. Используется в крем-скрабах, в масках кожи, компонент в анти-возрастной косметике и все большую и большую популярность набирает в использовании именно уктанов, как основной его компонент. Последний на сегодня, но не менее интересный компонент – это мука из амаранта, которая также может являться основной базой уктанов. Главным действующим веществом амарантовой муки является сквален. Это естественный компонент кожи, который способен обновлять и восстанавливать поврежденные ткани и клетки. Амарант известен с его произрастания в Америке, где более 8000 лет его использовали в пищу и называли его пшеницей от стеков, либо зерно бога. По легенде гласит о том, что применение муки из амаранта и, в принципе, амарантового масла продлевает жизни на века. Ну, в этом нам еще только придется убедиться, да, но то, что продлевает молодость нашей кожи – это однозначно, ведь оно способствует ускоренной регенерации клеток, замедляя процессы старения кожи. Ткани и клетки насыщаются кислородом, кожа омолаживается и становится более упругой и эластичной, а делает контуры лица более четким. Противовоспалительный, смягчающий, питающий – это еще не все действия муки из амаранта, ведь под воздействием ее пигментные пятные веснушки становятся менее заметными, выравнивается тон кожи, восстанавливается ее водный баланс, а расширенные поры очищаются и сужаются, нормализуется работа сальных желез. Оно не только подсушивает какие-либо высыпания, но за счет еще дополнительного противовоспалительного антибактериального действия не дает распространиться это дальше. Также используется как восстанавливающий антиоксидантный компонент в антивозрастной косметике, в крем-скрабах, в масках, ну и прежде всего в уптане. Обращаю ваше внимание, что все три продукта, которые мы рекомендуем для производства уптанов, имеют все необходимые сертификаты, в том числе и ДС, рекомендован для применения в пищу. То есть ни в коем случае не претворечит главному принципу аюрведы по уптанам, наносим на лицо только то, что можно есть. На этом у меня все. Мы с вами поговорили об основных эксфолиантах, об основных тенденциях. Спасибо всем огромное за внимание. Не забывайте подписываться на наши социальные сети. По всем своим вопросам вы можете также обращаться напрямую к нашим менеджерам, получать актуальный прайс, актуальную информацию, в том числе и маркетинговую. Спасибо еще раз всем за внимание. Желаю всем прекраснейшего завершения недели и месяца, а также воплощения всех своих смелых идей. Надеюсь, что наш вебинар вам поможет, как и помогут наши менеджеры. Спасибо вам огромное.